И снова здравствуйте! Это телепрограмма «День республики» Манам Шайере. Здравствуйте! И с вами ведущая программы. Я Светлана Пикулева. И я Светлана Белых. Сегодня нас и нашу съемочную группу приглашает Завьяловский район. И, как всегда, гости из Завьяловского района будут здесь, в нашей студии. И мы поговорим с ними об их житье, бытие, о буднях и праздниках района. Завьяловский район особенный. В самом его центре располагается столица республики – Ижевск. Он и сформирован первоначально из половины Ижевского района в результате административно-территориальной реформы по разукрупнению существующих районов в 1937 году. Но современный его вид сложился лишь в январе 1965 года. К тому времени Завьяловский район не разукрупнялся, и в 1963 даже вновь был упразднен. Он входил в Ижевский сельскохозяйственный район. Теперь Завьяловский район кольцом окружает Ижевск, и вся его жизнь тесно со столицей связана. На территории района открыты залежи нефти, торфа, разрабатываются месторождения строительных материалов. Более 40% территории покрыто лесом. Ведущее место в экономике занимает сельское хозяйство. Развита нефтедобывающая, лесная и деревообрабатывающая промышленности. Район активно застраивается. Туристов и жителей республики привлекает как природа, так и достопримечательности, связывающие современность и прошлое. В деревне Лударвай расположен уникальный архитектурно-этнографический музей-заповедник под открытым небом, воссоздающий удмуртские усадьбы конца XIX века. Во время праздников Масленицы, Рождества и других здесь проводятся народные гуляния в ветническом стиле. Привлекают внимание туристов церкви, построенные во второй половине XIX – начале XX веков. В селе Италмаз проживает олимпийская чемпионка Галина Кулакова. Здесь расположен ее дом-музей. А в селе Люк есть музей, посвященный всемирно известному ученому-этнографу Дмитрию Зеленину. Представляю вам нашу первую гостью, с которой вместе мы полистаем, надеюсь, историю, страницы истории Завьяловского района. И узнаем, чем живут и дышат жители района сегодня. Светлана Зверева, заведующая краеведческим сектором Завьяловской районной библиотеки. Здравствуйте, Светлана Витальевна. Здравствуйте. Дядь бурэщ, гажанучки щас. Умой ещ. Серьезная вам сегодня выпала миссия рассказать об истории района, представить нам сегодняшний район. Ну, в общем-то, в этом заключается ваша работа, знать все о вашем районе, да? Вот, смотрю, вы много книг принесли с собой из вашего отдела. Это все о районе. Это все книги, они выпущены в разные периоды нашими краеведами, уважаемыми людьми. Но, наверное, сначала с точки зрения краеведа расскажу немного о нашем Завьяловском районе. Он особенный и уникальный в своем роде район. Самый большой по площади и численности населения, он золотым кольцом опоясывает город Ижевск, столицу нашего родникового края. Граничит с Якшур-Бодинским, Воткинским, Сарапульским, Увинским районами и Пермским краем. По последним данным переписи населения в нашем районе проживает 74 680 человек. И наш район, он очень красивый. Здесь протекает река Кама, одна из судоходных рек. Ну и любят здесь отдыхать, естественно, ижевчане, да? Ижевчане, горожане, гости нашего района приезжают, очень любят. Дачные поселки, поэтому здесь вокруг города Ижевска сплошь и рядом, да? Наш район, он становится с каждым годом все больше и больше, разрастается, строятся новые красивые дома. Ну и все-таки, возвращаясь к краеведению, вы сами краевед? Я краевед. И с точки зрения краеведа, наверное, я бы, вот снова возвращаясь к нашим изданиям краеведческим, хотела бы немножко рассказать о них. Самое первое издание «Край мой Завиаловский» был выпущен к 60-летию Завиаловского района. Автором, составителем данного издания является почетный гражданин Завиаловского района Мария Дмитриевна Ишматова. Она также является составителем многих изданий. И вот в нашей студии сегодня данные издания представлены. Я могу еще перечислить и других почетных граждан, которые большой труд вложили в выпуск краеведческих изданий. Это Мирона Варима Тимофеевна, также почетный гражданин Завиаловского района, Ира Ида Федоровна Коробейникова, Василий Петрович Дмитриев, к сожалению, его недавно не стало, и Рейса Константиновна Моторина. Все они почетные граждане нашего района, уважаемые люди. Также я с благодарностью хочу отметить, что многие издания, я не могла все издания привезти сегодня в нашу студию. Ну если у вас целый сектор, которым вы заведуете. Очень много их, да, конечно. Всем огромное спасибо, что эти книги, они остаются в истории. Вот такое ощущение, что в каждой деревне есть свой краевед, который захотел написать о своей деревне. Вы можете перечислить, сколько деревень имеет свою историю, представленную в книге, в вашем секторе, который хранится? В нашем районе 126 населенных пунктов. Конечно, работы очень много, и в каждой деревне есть свой краевед, свой истинный патриот населенного пункта. Я могу ответить на ваш вопрос, наверное, вот показав эту книгу. Мы нам в Уколуде, деревенька моя, Малышева Маргарита Николаевна, она долгие годы собирала историю по крупицам, историю своей деревни, фотографии, обращалась к своим односельчанам, и ей помогли в выпуске данной книги, данного издания. Кто их читает, обращается за этими книгами? Дети приходят? В основном это школьники, студенты, краеведы сами. У нас в Центре внешкольной работы это дополнительное образование. Дети занимаются исследовательской деятельностью очень скрупулезно, очень глубоко, поэтому все эти издания, они очень востребованы, они... Не лежат на полках? Нет. Здорово, что книги не лежат, не пылятся на полках, а они востребованы и работают, да? Ну, ради кого все пишется? Ради детей подрастающего поколения, правда? Конечно же. Нашими основными читателями являются это школьники, студенты, краеведы, учителя. Вот одна из последних книг «Село Юськи. Водовороты жизни», она посвящена истории села Юськи. Автором является учитель удмуртского языка и литературы Пётр Владимирович Давыдов. Это огромный труд, такой толщины книга. Сколько лет он работал над этой книгой? Ну, вы можете перечислить, сколько деревень имеет вот такую свою историю? Более 20 книг уже есть о Завиаловском районе, о деревнях нашего района. Вы поддерживаете связь с краеведами? Конечно же, конечно. Вот при таких секторах, при таких отделах библиотек, да, всегда собирается клуб краеведов. Есть у вас такой, практикуется? В нашей центральной библиотеке есть клуб «Завиаловские родники». Любая книга, которая вот вышла, большая она, либо маленькая, брошюра эта, мы проводим презентации книг в нашем клубе, организуем встречу с автором, приглашаем наших читателей. Вы такую красоту с собой принесли? Это я так чувствую работы мастеров дома ремёсел местного, да? Куклы. Это богатырь Завиал со своей женой. Это местные герои? Да. Существует много легенд о происхождении села Завиалово. И вот одна из них такова. С западной стороны шли русский парень Завиал со своей девушкой. Решили они пустить стрелу. Куда упадёт стрела, там они поселятся. И стрела упала на то место, где находится сейчас посёлок геологоразведчиков. Это на горе по Гальянскому тракту. Места были болотистые, кругом леса, поэтому поселение назвали Дерии, что в переводе означает «грязь». А современное название произошло от имени богатыря Завиала. Завиала. Я так подозреваю, что и на вас работы ваших мастеров. Работа ваших мастеров, да? Замечательное платье. Это стилизованный костюм. Подготовили наши мастера-умельцы Центра декоративно-прикладного искусства. Какими направлениями они занимаются? У каждого дома? У нас развита береста, глиняные игрушки делают, вот таких вот замечательных кукол. Также у нас занимаются ткачеством. Вот перед вами салфетка, изготовленная нашей мастерицей Ждановой Светланой Порфирьевной. Ну и работы их, естественно, востребованы, да? Сейчас гости приезжают, бывают в Завиалском районе, поскольку близко к городу. Их работы всегда востребованы, потому что у нас проходит очень много мероприятий. Вот нынче прошел 9-й международный фольклорный фестиваль «Окно в небо». И на данном мероприятии, конечно же, изделия были очень востребованы. Все гости хотят уехать, увезти с собой. То есть изделия, кусочек Завиаловского района, изделия наших мастеров. На фольклорном празднике «Окно в небо» была организована площадка «Зеленинские чтения». Это вашим сектором в библиотеке? Это нашей библиотечной системой. Мы в течение двух дней проводили настоящий праздник слова. Наши гости из разных республик, Башкортостан, Татарстан, Карелии, читали свои произведения. Это была проза, поэзия. У вас есть и другие проекты литературные, известные не только в районе, но и в республике. У нас в нашей библиотеке реализуются проекты «Литературная карта Завиаловского района», где аккумулируется вся информация о наших не только знаменитых поэтах-писателях, артистах и художниках, но и о молодых начинающих писателях-поэтах. Также реализуются кузнецовские чтения, популяризация творчества нашей поэтессы удмуртской Аллы Алексеевны Кузнецовой. Она уроженка деревни Чимашор, поэтому Октябрьскую сельскую библиотеку назвали ее именем. Ну, раз уж вы сказали о людях, которыми гордитесь, которым посвящены чтение, можете назвать, может, назовете несколько имен, чтобы республика знала свои герои. Мы гордимся нашими земляками, и о некоторых я могу сказать. Дмитрий Константинович Зеленин — это ученый с мировым именем. Наши знаменитые уроженцы — Анатолий Васильевич Мамонтов, бессменный руководитель ансамбля «Италмаз», Вера Григорьевна Пантелеева, кандидат филологических наук, она уроженка деревни Старый Мартьяна, ну и многие другие. Ну, и вы не назвали еще один очень известный проект, посвященный известному журналисту, писателю-молодому Эрику Батуеву? Батуевские чтения, они ежегодно проходят в Каменской общеобразовательной школе по инициативе районного отделения Сеудмуртской ассоциации «Удмуртки-Нежи». Именно во время этих чтений и награждаются премии имени Эрика Батуева? Да. Проходит церемония вручения районной премии имени Эрика Батуева. Кому вручили? Нынче вручили учителю удмуртского языка и литературы, руководителю музея школьного Ангелине Алексеевне Пысаровой. Завиаловский район всегда был в какой-то степени обслуживающим город Ижевск. Насколько я понимаю, он и сейчас кольцом окружает город Ижевск, престоличный статус у него. Ну и жители района всегда как-то были связаны с городом. Завиаловцы издавна занимались земледелием, животноводством, выращивали хлеб. Кормили город и сейчас кормят. Поставляли продукты питания горожанам, да. Было развито гончарное производство, кирпичное, обозное. Занимались обработкой древесины. Когда организовался завод, знаю, что там приписные крестьяне были, да, они работали на завод в свое время. Да, при Ижевском железоделательном заводе было основано оружейное производство. Поэтому для завода нужен был уголь, древесный уголь. И крестьян, близлежащих деревень, приписывали к заводу. Приписывали к заводу. Их называли непременными работниками. Поэтому все вот крестьяне, которые жили вблизи от города, они возили уголь на Ижевский завод. Близость к большому городу, конечно, заметно сказывается на развитии экономики Завьяловского района. Сюда охотно вкладываются инвесторы, открывают производство разного направления. Но основа экономики района – это все-таки сельское хозяйство. Заметно развивается в последние годы фермерство. И в одном из фермерских хозяйств о семье фермеров Чернышевых мы побывали в селе Юськи. Его зовут Нойман, Артур Олегович. Имя и фамилия достались от прадедушки – коренного немца, депортированного, говорят, в наши края в первые годы Великой Отечественной войны с запада страны. Все остальные члены семьи – Чернышевы, мама Оля, папа Олег, средний брат и сестренка. Все вместе они – вот уже четвертый год – семья фермеров. С Ноймана-младшего, да говорят, и все началось. Если быть точнее, не поверите, с пилорамы. И, как знать, возможно, прадедушкиного характера. Без самой дисциплины и немецкой пунктуальности, терпеливости и целеустремленности больших дел не провернешь. Да ведь и семья рядом, и друзья. Лесом занимался всегда. Доски нужны были для строительства всегда. И загорелся пилорамой. Но после того, как приехал с армии, в общем, собрание семейное решили, что надо двигаться дальше. А чего на месте-то топтаться? Помещение для пилорамы выделили в здании старой полуразрушенной фермы. Хоть и худое, но оно есть. Руки на месте. Ничего. Дыры золотали, крышу закрыли. На первоначальных этапах пилорама дала сэкономить большие финансовые средства. Тем самым мы уже меньше тратились на пиломатериал. И эти финансы уже направили в другой области. Много говорить он не любит. Работа ждет. Хозяйство сейчас на нем держится. Не скрывает гордости за сына мама Ольга. А ведь начинали с трех коров. Привели их сюда с личного подворья. На семейном совете решили подать заявку на грант. Все получилось. Полтора миллиона мы получили деньги как начинающий фермер. И это свои еще 430 вкладывали. На средства гранта купили 9 нетелей. Привезли с Можгинского района и 6 коров дойных. Вот с этого мы начинали. А тихонько уже нетели, отелились. Опять молока больше стало. Раз молоко есть, его продаешь. Опять оборотные средства какие-то есть. Бычки подросли. Опять оборотные средства. Дел хватает всем. У каждого свое. И без помощников уже не обойтись. Да и пора расширяться. Вот по преференции нам дали на 3 года эту ферму. Эта преференция пошла. Мы бесплатно пользовались в течение 3 лет. А сейчас мы эту ферму арендуем у администрации. В год 200 тысяч платим за аренду помещения. Вот и сказали, будут все равно рассматривать. Район нас поддерживает. Сказали, что с правом выкупа можно будет. Это все потом организовать. Но вам уже тут места не хватает? Ну и нам и места не хватает уже. Потому что телят уже ставить некогда. Вот сейчас у нас телята родятся уже. Потому что по 3 теленка надо будет сделать клетки. Клетки маленькие видели ведь, да. Ну а пока самая младшая вдвоем встречает свою кормилицу. Писаную красавицу. Хотела сказать русскую. Но нет, красавицы тоже немецких корней. Марина Шеймайер, одна из двух помощниц Ольги Васильевны, приходит к телятам каждые два дня. С меня и коллегу. Младежь городская, возможно, сейчас не поймет. И, может быть, даже не поверит, но Марина искренне любит своих питомцев. Говорит, всегда с радостью идет на работу. Ее там очень ждут. Ее начинаешь дать, она начинает голову тебе ложить на спину. Вот встаешь, когда от ней начинаешь придерживать аппарат, уже додайваешь. Она спокойно может положить голову на спину и лежать. Они сейчас боятся. Вот у нас буйная коровушка. Характерно очень. Я по профессии портной. Да. Я по профессии портной. Как на первой веке заветела? Чисто случайно. У меня тут муж работал. Я пришла за молоком. И в итоге начальница Ольга Васильевна предложила мне работу. Я сидела в декретном. А я согласилась. Давайте, думаю, попробую. Ну и получилось. С коровами никогда опыта не было. Все научилась здесь. То есть, как меня поставили, как мне показали доить коров, я так и начала. Кормлю, убираю, даю обязательно, ухаживаем за ними. Ну их так много. Много. Успеваете? Успеваем. Делят поем. И делят поем, да. У нас делят много. Делят поем. Все, успеваем. Лишь бы было желание. А оно есть? Есть. А чем нравится эта работа? Не знаю. Как-то на душе легко. Коровы доброжелательные. Легко себя чувствуешь. Гладить. Гладимся. И бывает, и целуемся, и обнимаемся, и всякое бывает. Бодаться не бодается, но есть, которые могут и легнуть. Просто к ним нужно подход иметь. У каждого свой характер. Коровы, дуяных сейчас почти 40, благодарно откликаются на такую заботу и уходу. Молока дают вдоволь. До самого хорошего. Это у нас молочный блок. Здесь у нас молоко охлаждается. Вот аппараты. Мы купили на средствах гранта танкер. Танк-охладитель. Вот молоко охлаждается до 3 градусов. Сейчас у нас молоко идет высшим сортом. На сегодняшний день у нас где-то на фуражную корову получается 17,8. В этом районе. А валовый надой. Мы телятам еще. Телят сейчас много. Мы телятам заменить или цельного молока не покупаем. А стараемся, чтобы они у нас пили цельное молоко свое. Вот им уходит молоко. И где-то у нас валовый надой. Конечно, он небольшой, но для нас все равно где-то под 700 литров получается. Начали мы с трех коров, если у нас три коровы было, где-то 50-60 литров доили за день. Колесо закрутилось и останавливаться нельзя. Уже и место присмотрели для новой фермы, для ангара, где будут храниться корма. Это место мы планируем сюда ангары поставить, потому что зерно нам хранить негде, комбикорм хранить негде. Комбикорм храним дома. В том машине, кто куда. Картофель сажали еще вот два гектара. Тоже самые проблемы очень большие были. Сейчас уже вот это место мы дали заявление на эту землю и в разработке. Это ничего, что скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Будет день, будет хлеб. Начали, надо работать и достигать чего-то. И получается в итоге. Ну, когда-то получается, всякое ведь бывает. Наверное, вот раз мы начали это дело, с Божьей помощью все получится. Если вот не верить, да, тогда не надо бы вообще работать и начинать. А если верить, все равно тихонько идет и тихонько получается. Очень многого хотим, да, но не всегда ведь получается. Вот, если надо так, значит получится. Муж поддерживает. Муж, если бы у меня вот мужчин не было рядом, этого всего бы дела вообще бы не было. Это теперь поздней осенью Олег Викторович может позволить себе неспешно попить чайку с медом с младшенькой за круглым обеденным столом. Затем повезти ее в город на художественную гимнастику. Летняя горячая пора прошла. Корма заготовлены, огородные дела закончены, техника в порядке. За технику отвечает именно он, глава семейства, в прошлом начальник автотранспортной части МЧС. Ради общего семейного дела службу оставил. Он нужен был рядом, чтобы в нужный момент всегда подставить плечо. Работал наравне со всеми, не разделяя обязанностей на мужские и женские. Все мы проходили, и через дойки, и через навозы, и все. Теперь главная опора в делах – сыновья. Не без гордости, заявляет глава семейства. Работы хватает и среднему сыну, программисту, и, конечно, старшему. На ферме он старший. Ему, скажем, с каждым днем и с каждым чем дальше, больше и больше доверяем. Потому что все-таки он и моложе, у него и энергии больше. И знания. Ну, знания, может, и знания-то больше и от нас. Он же всю осознательную жизнь, сколько мы помним, он всегда рядом с нами. А у нас хозяйство. Мы без хозяйства никогда не жили. Мы благодаря нашему хозяйству и отстроились, я так понимаю. Потому что были в 90-х-то они такие уж хорошие времена. И наше хозяйство – это спасло нас. Но даже такой командой, семьей, дела бы не так спорились, если бы не было поддержки окружающих, районной администрации, людей, понимающих, как достается хлеб насущный человеку, работающему на селе. Каждому все-таки воздается по делам его, убеждены супруги Чернышева. Продолжаем программу «День республики» Мунам Шайре. У нас сегодня Завьяловский район. В студии наши первые гости, заведующая сектором краеведческой литературы библиотеки Завьяловского района, Светлана Витальевна Зверева. Не скрою, Светлана Витальевна, вот вы тоже посмотрели вместе с нами сюжет о семье фермеров Чернышевых. Влюбилась я в эту семью. Вот от них такая жизненная энергия и позитив, от них и от их работников. Ну, не все, наверное, это просто так. И не просто так, за 4 года таких результатов они достигли. И не случайно имя этой семьи оказалось на доске почета Завьяловского района в этом году. Но знаете, что меня удивило? Вот обилие немецких фамилий. И вот даже вот в этом сюжете у нас двое было с немецкой фамилией. В селе Юське, видимо, много приезжих немцев. Но на самом деле это особенность Завьяловского района, насколько я понимаю. Там смешение культур. Правильно я понимаю? Да? Да, район у нас многонациональный. Здесь проживают более ста национальностей. Это в основном русские, удмурты, татары, морийцы. Ну и ближе к городу приезжают из разных районов республики. Каждый со своей культурой, со своими песнями. Особенно и делают культуру Завьяловского района, которую успешно сохраняют фольклорные коллективы. И с одним из этих коллективов, из таких коллективов, народным коллективом морчан, мне хочется вас сегодня познакомить. Много славных людей вырастила земля Подшиваловская. Много песен народных разошлось отсюда, по земле Удмуртской. Но именно это стало наиболее узнаваемой, своеобразной визитной карточкой деревни Подшивалова. А народный ансамбль морчан, в исполнении которой эта песня и звучит, настоящая жемчужина не только Подшивалова, но и Завьяловского района. Так, кстати, и переводится название ансамбля Судмуртского – «Жемчужина» – «Морчан». Вот уже почти 30 лет участники ансамбля бережно собирают местный фольклор, выносят на сцену и достойно представляют не только Подшивалова, но и Завьяловский район, да и Удмуртию на всевозможных конкурсах и фестивалях народной песни. Очень много Завьяловских песен, потому что мы написали диск и изучали, собирали песни Завьяловского района. Ну, поскольку вот у нас, видите, да, в нашей территории вообще Подшиваловские песни даже. Потому что вот Людмила Анатольевна, она, получается, носитель, наследник этих песен, потому что её мама пела, вот она, как получается, из уст уста от мамы получила эти песни. И так мы поём, я считаю, в нашем коллективе, как Людмила Анатольевна. Вот это её стиль, да. А поскольку вот у нас в коллективе появились новые участницы, из Граховского, Киясского района, да, ведь, и каждый участник привносит свои песни. Есть и наши поиски, и наши пробы. Мы создаём какие-то ещё обряды. Вот, например, обряд армии Келян, где песни как раз именно наши деревни. Есть, воссоздавали свадебный обряд. Вот, ещё, ещё просто песни, гостевые есть песни, тоже свадебного обряда в основном. Вот, мне кажется, это вот песня «Быттер-Быттер лыкты мы», это вот как раз лицо нашего коллектива, как-то брендовая песня нашего коллектива, «Визитка» можно ещё назвать нашего коллектива. Мы её и просто исполняем по-народному, и записали такую современную версию. Наверное, в республике, я думаю, уже должны знать эту версию, где мы поём, танцуем. То есть, ваши песни потом расходятся по другим коллективам, артисты исполняют профессиональные. Да, даже мультфильмы используют наши. Да, это «Гора самоцветов», мультфильм есть. И вот там наша песня звучит «Солдат и смерть», мультфильм идёт. И вот мы поём «Ой тал тала», он в подводном мире, косит, и звучит наша песня «Ой тал тала». Уже и не сосчитать, сколько песен возродилось и вернулось в народ стараниями участников этого замечательного ансамбля. На сцене представляют целые композиции, обряды с песнями-прибаутками, с танцевальными движениями, которые в жизни уже и позабылись. Местный поэт-лор составляет теперь основу репертуара ансамбля «Марджан». Но обратились к нему не сразу. Поначалу пели, что придётся, что понравилось, для души. Авторские песни и народные, русские и удмуртские. Песня с детства была частью их жизни. Вообще, на нашей территории самодеятельность ещё с 70-х годов. Пели, старый клуб был деревянный, я тоже там выросла в этом клубе, можно сказать. Даже не с 70-х годов. Когда дедушки, бабушки у нас, даже с моей стороны, когда у меня отец даже в клубе работал, и дядя у меня, там был у нас клуб. И всегда там была художественная самодеятельность. Детское увлечение стало профессией. Людмила Яковлева, закончив Пермское училище культуры, собрала коллектив. Это было 80-е. А в начале 90-х, отучившись, вернулись сюда уже воспитанницы Людмилы Анатольевны. Тогда и защитили звание народной. Потихоньку полностью перешли на местный фольклор. Первыми учителями стали бабушки, старшие поколения. Они учили нас танцы, к нам бабушки приходили, показывали. Елена Эктон, хуатей Эктон они показывали. И вот Елена Александровна прямо на базе этих танцев ставила нам тоже эти танцы. Мы учили. Теперь уже они передают накопленный опыт юным. В этом году у коллектива появился спутник – танцевальный коллектив «Марджан». Дети внимательно впитывают все, что творят на сцене старшие, и надеются вместе с ними побывать в Париже. Да-да, их мечта – обязательно побывать в Париже. Их тепло принимали уже в Твери и Ульяновске, в Карелии, Эстонии, бывали в Финляндии и Швеции, даже в Москве побывали. А в Париже – еще нет. Людмила Анатольевна с начала основания все время мечтала, когда же мы поедем в Москву, когда же мы будем выступать на московской сцене. И эта мечта наша сбылась. Мы выступали на сцене, где театр Надежды Бабкиной. Ну что же, значит, остался Париж. А почему нет? Опыт и вдохновение есть, а уж молодое поколение не подведет. Аплодисменты Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Хочу представить еще один коллектив, который, может, и не является народным, но миссию выполняет ту же. Сохраняя народную культуру, народные песни, возвращает их опять в народ. И является душой не только своей деревни, но и Завьяловского района. Не случайно этот коллектив представлен нынче на доске почета Завьяловского района. Знакомьтесь, коллектив фольклорный, коллектив Вукулутки-Накьос в деревне Малая Венья. Здравствуйте! Вы сегодня приехали в деревню Малая Венья подмуртский Вукулут. Сегодня у коллектива гости. Встречают коллег, руководителей домов культуры со всего Завьяловского района. Они приехали опыт перенимать. Как гостей здесь встречают, привечают. Но хозяева в дом приглашать не спешат. И гости, зябко поёживаясь, но с большим любопытством, наблюдают за приготовленным специально для них действом. Там они вкусные были, понравились? А вот теперь надо чайку бы попить. А чтоб чай попить, надо самовар разжечь. А разжечь, чтоб надо воды принести. Кто самый смелый? Держите теперь одной рукой. Сейчас подцеплю. Вот так. Всё. Так. Крути, 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 крути. Вот, ставим вот сюда. Ставим вот сюда. Так, коромысло. Теперь вот понесёшь, а вода, чтоб не плескалась. Держи. Вот сюда, вот держи рукой, вот сюда. Вот сюда. Так, и тут держи. Нести надо так, чтоб вода-то не плескалась. Да, там уж пьяница будет. Осанку держать надо. Соседи всегда смотрели на молодых девушек, когда воду несли. Прямая спина или нет, вода плещется или нет. Красиво, красиво идёт. Теперь мы собираем. Подходящая невеста. Да, подходящая. Да, подходящая. Молодец. Ой, всё хорошо. Наливаем? Ну, теперь наливаем. Ну, всё, надо теперь разжигать. Самовар депукты, али ой, уро ме. Али гинне пукты са лно ка сегыра чика ваа. Чаиде нопар, али ой, уро ме. Чаиде нопар, али ой, уро ме. Али гинне пары, са лно памилно чачика ваа. Ну а чай пить в уютный натопленный дом Пукон-Курка, дом для посиделок, так он и называется. Этот дом – особая гордость фольклорного коллектива Вуко-Лут-Кенакьёс. Он еще совсем новый, всего четыре года. То, что он появился в деревне Малая Венья, удмуртское название деревни Вуко-Лут, большей частью заслуга коллектива – стены возвери строители, ну а все остальное сами, своими руками. Ну и, конечно, не без участия супругов. Дом получился уютный и светлый, с душой. Гости расселись, и пока они загреваются чаем и угощаются табанями, снухи деревни Вуко-Лут, именно так переводится название коллектива Вуко-Лут-Кенакьёс, исполняют гостевые и не только песни. Субтитры создавал DimaTorzok Этот дом редко пустует. Свои, деревенские бывают, клуба-то нет. И из соседних деревень в гости заглядывают, и гостей издалека привечают. Фестиваль, окно в небо фестиваль, вот тоже приезжали, много гостей было. Зарубежные гости из Чехии и Словакии были. Финляндия. Финляндия была, да. Карелия. Ну, бывают гости. Самые дальние гости, да? А ближние откуда приезжают? Ну, ближние из соседних деревень, коллективы, из района приезжают. Можгинский район. Из горняка, в Можгинского района, Алнашский район был. Дружки, что ли? Да, коллективами мы дружим, они к нам, мы к ним встречи проводим. Так, встречи проводим. Мастер-классы, значит, по перепечам. Прямо с самого начала, как тесто делается, и уже готовые изделия из печи выходят. Пельмени, как стряпают, с чем пельмени стряпают. Проводы в армии у нас и провожаем, и встречаем. Вот у муртов эти, ну, сейчас уже нету, раз они все пришли уже, прибыли из армии. Чук, вот ленточку с монеткой, и убираем, приходят из армии. Вот это уже у нас, у нас это уже как-то практикуется. И куно-пуметан, вот как встречаем, как угощаем, это у нас тоже. Какие песни поем. Какие песни поем. Гости за столом сидят, мы встаем, и такие, да, гостевые песни, ну, всякие. Ежегодно мы проводим еще фестиваль вязания на публике. Вот тоже приезжает нам с разных районов Удмуртии. Нынче мы принимали целую площадку Шерсиная сказка при фестивале «Окно в небо». И рукодельницы приезжали, показывали свои изделия в разных номинациях. Это и шали, это и тапочки, это и коврики интересные. Ну, много было изделий, и очень интересно, в разных техниках вязания. В общем, коллективу есть чем поделиться. Опыт за годы работы накоплен достаточный. Гостей всегда есть чем поделить, чем порадовать и заинтересовать. Нужно только проявить фантазию и не забывать о богатой народной культуре, об истории. Соглашаются и коллеги. На сегодняшний день туризм и территория муниципального образования Люкская строится, конечно, на информации, которая была собрана нашим ученым, этнографом Зелениным Дмитрием Константиновичем. Его работам как раз и посвящены музеи, у нас в Люкской школе есть, а также фестиваль, конечно же, международный фестиваль «Окно в небо», который назван его именем. А также на нашей территории существует на сегодняшний день открытый монастырь Резоположенский, где матушка Гуэфира как раз у нас является вдохновителем вот этой туристической направляющей на территории Люкского поселения. Возможностей много. Гальяна – это вообще территория такая, которая без всяких достопримечательностей привлекает туристов. Их много к нам приезжает и летом, и зимой. Но помимо этого у нас есть хороший школьный музей, частный музей Кузнецова, памятник боржевикам с хорошей историей. То есть это вот в продолжении музея. Здание арсенала XIX век, это тоже на каме рядом с памятником. Храм, который у нас батюшка-отец Александр построил за два года. Он действует вот уже полностью открыт с XIV года, то есть там тоже своя история есть. Ну и событийный туризм, такая как Троица, очень хороший праздник, который как бы на поляне, на каме, там и березка, там и хороводы. То есть есть с чем привлечь людей. Возможностей и потенциала достаточно. Яркие проекты и задумки есть, но многое пока в планах. Вдохновленные деятельной энергией гостеприимного фольклорного коллектива гости разъехались по домам. Теперь можно и самим присесть, отдохнуть, чаечку попить, о том о сём поговорить, новые планы обсудить.